Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. 29 октября отмечается день вневедомственной охраны. Это уже 1971 год. В 1952 году была организована эта самая охрана. Почему она так называется? Какое отношение к ней имеет Росгвардия? Обо всем об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. В студии командир роты Люберецкого отдела вневедомственной охраны Сергей Ростиславович Гаврилюк, подполковник полиции, а также председатель совета ветеранов Люберецкого отдела вневедомственной охраны Владимир Петрович Халяпин. Прежде всего, я, наверное, обращусь к Сергею Ростиславовичу, к командиру, к начальнику. Скажите сразу, почему Росгвардия? А то некоторые не знают, что вневедомственная охрана думает это одно, а Росгвардия думает это другое. Ну, с 2016 года к войскам Национальной гвардии отнесли подразделения вневедомственной охраны МВД. Также к ним присоединили подразделения лицензионно-разрешительной системы. С того времени причислен к войскам Национальной гвардии. А раньше кому-то относилось? Министерство внутренних дел. Министерство внутренних дел. То есть другую, как бы другие начальники. Другое ведомство. Другое ведомство. Это как-то серьезно меняет отношения? Или это просто такая перестановка на уровне? Это вопрос сейчас не для дискуссии, а просто почему это было сделано. Вам не объясняли, нет? Как не объясняли? Реорганизация произошла. И с этой реорганизацией было передано просто в управление Росгвардии. Когда подразделения ОМОН вошли в состав Росгвардии. Ну то есть появилось много структур, и нужно было как-то распределить это все, чтобы оно было более-менее сбалансировано. Возможно, да. Хорошо. Ну у нас сегодня другая тема. Во-первых, она как-то все-таки немножко праздничная, потому что это все-таки день, когда выделяют людей. Наверное, будете как-то поздравлять. Может, грамоты какие-то давать будете? Ну конечно, какая-то торжественная часть. Часы дают сейчас что-нибудь такого плана, нет? Дают. Дают? Дают. Ну слава Богу. Мы подключаем к разговору Владимира Петровича. А вы, получается, начинали в каком году работать во вневедомстве на охране? В 79-м. В 79-м. То есть тогда еще МВД было? Да. Бываю МВД. В 80-м году я уехал учиться в Нальчик. Так. Со своим питомцем, собачкой. Ага. Девять месяцев там отучились мы. Приехал сюда. И где-то через год мне вручили медаль. За что? Кинолог. Хорошую работу. Что научил свою собачку ходить по следу. Как звали-то собачку? Дэвис. Дэвис. Да. Это первый был. Да, это первый. Второй у меня был Малыш. Это тоже была замечательная собачка. По следу ходила. Это прямо как в кино, да? По следу. Да, вот с детьми она играется, она никого не трогает. Но, не дай бог, ты скажешь какое-то слово, она начинает сразу глазки свои жмурить, хмуриться, рычать начинает. То есть, прям волшебство какое-то. Потому что, я помню, в детстве все эти вот, да, собака по следу, потом и фильм был, и, ну, много фильмов, да, связанных. И пограничный пёс, алый, там, ещё что-нибудь. Вот. А сколько всего-то у вас было таких замечательных животных? Было три. Три. И о каждом своё воспоминание. Ну, естественно. Вот мой первый, я вам, погиб из-за того, что, ну, некоторые люди халатно отнеслись, пустили на задержание собаку, а сами не пошли. И её прирезали. Вот как страдал от человеческого, получается. Ну, хорошо. Я знаю, что сегодня Владимир Петрович в честь вот такого события стихи приготовил, они будут звучать у нас сегодня в эфире. Вы сами их пишете, да? Да, я... Когда это вы вдруг начали стихи подполковник, целые стихи пишет, кто-то спросит? Вы знаете, я был как-то в пятом классе ещё. Ага. И учительница, ну, говорит в классе, мол, ребята, кто может там, ну, девочки, кто может написать там стихи? Ну, напишите. Вот дом, обрисуйте его. Какой он, чего. Да. Ну, в стихах. Ну, я сидел-сидел, говорю, ну, ждай, напиши. То есть, сейчас делаем. Ну, написал. Получилось? Она подходит ко мне, говорит, что пишешь? Сочинение? Нет, да нет, вот стишок маленький. Она, да, посмотрела. Посмотрела. Говорит, нормально. Можно. Хорошо. Но мы к стихам вернёмся чуть позже. Нам надо сейчас перемешивать исторические, приятные и, в общем-то, профессиональные вопросы. Вот на сегодняшний день, Сергей Ростиславович, чем вообще занимается вневедомственная охрана? Некоторым кажется, что это просто люди, которые стоят и что-то охраняют. Ну, в свою очередь, конечно, это охрана объектов, выезды на срабатывание тревожной сигнализации, в магазинах, на каких-либо других объектах. А до сих пор что, воруют в магазинах? Воруют. Да? Воруют, совершают каражи, мошенничество. Кнопка есть, да? Кнопка, да, у кассира, где-то, где-то у охранника, да, выезжает. Бегайносная кнопка. Да. Охраняют объекты, в частности, могут даже у гражданина часы охранять. А, то есть я могу себе, значит, поставить на охрану, да, автомашину так же, квартиры, на угон, да. На угон, да, я знаю, что и не государственные, вы одно время были, скажем так, по-моему, сейчас, да? Часные есть, конечно, да, когда вы можете на машину что-то поставить. То есть работы у вас хватает, что означает нам, что, к сожалению, люди делятся по-прежнему на две части, на самую большую. Это обычная гражданинка, такую маленькую, это те, кто нам доставляет неудобства. Вот как, какова схема сегодня работы? Вот прозвучала тревожная кнопка. Наряд находится на маршруте патрулирования. После срабатывания кнопки выезжают непосредственно на место происшествия. А они просто по кругу какому-то, ну, по схему? Зеленый маршрут у них есть, они его патрулируют, находятся на маршруте. Вот, и дальше действует уже... Происходит, да, происходит вызов, они едут экипированные, средства бронезащиты, вооруженные, автоматическим оружием. То есть, фактически, они каждый день могут рисковать своей жизнью? Круглосуточно. Круглосуточно, да? Вот, и поэтому мы поговорим о второй части еще... Та же работа, как и в полиции. Да-да-да. Не, ну, тоже так говорить и легко. Та же работа, что и в полиции. На самом деле, не каждый может этим заниматься. И мы с вами прекрасно знаем, в любой профессии есть профессионалы, а есть люди, которые там случайно оказались. Но о кадрах мы поговорим во второй части. Сейчас я хочу подключить к нашему разговору Владимира Петровича. Какое стихотворение первое-то прочтем сегодня? Чему посвящено? Ну, вот как раз первым нашим шагам. 52-й год, а вы пришли в 79-м. Так. Сегодня день рождения охраны. Я поздравляю всех сотрудников АВО. С огромной радостью вспоминать здесь будем, когда пошагово мы развивали службу ПЦО. УАЗы в группах, пешие наряды, посты, где были сторожа. Все начиналось постепенно, все начиналось с нуля. Все мы уже в отставке стали, и наши головы покрылись сединой. Мы молодым передаем свой опыт жизни, и рано нам уходить на покой. Вот так. Ну, и тут, кстати, возникает сразу же вопрос. Владимир Петрович, спасибо. От души сразу чувствуется, что от души написано. А когда уходят-то на покой? Там в молодом возрасте, да? Или как? Покой. Или покоя нет? На пенсию вы имеете? Ну, да, я так корректно спрашиваю. Я уже уходил, вот побыл-побыл. Решил восстановиться. А сами вернулись? Или вас сказали, что прийти немедленно? Нет, я сам вернулся, восстановился. А могли бы сидеть или быть на даче? Да. Только теперь вы в невестную охрану. А зачем? Почему вы решили вернуться? Не можете без этого? Ну, что значит, ну, скучал. Скучал. По службе. Просто по стихах вот слышится такой, да, элемент. Вот какими чертами характера Владимир Петрович должен обладать... Вот сейчас вы так интересно, вот неожиданно для меня интересно рассказывали про собак, да, с которыми вы работали. Ну, вообще, это вот как ваше продолжение, можно сказать. Вот какими чертами должен обладать такой человек, который охраняет? Я сейчас объясню. Обычно же как мы воспринимаем охранника? Ну, что такое охранник? Ну, и нагрубить ему можно, да, и там, что ты меня не пускаешь, и что ты еще и так далее. Вот, а получается, что охранник каждый день жизнью рискует, в принципе. Ну, совершенно верно. Какие черты характера? Ну, во-первых, выдержка должна быть. Так. Потому что некоторые люди, они нарываются на неприятности. И чтобы нарваться на это, они вынуждают человека возбудиться, провоцируют его, да. Ну, поэтому... А надо тут психологически себя сдерживать. Сдерживать нам за себя, да. Тем более, что если, например, ну, возьмем охранника, который стоит там, где вот большой поток людей и так далее, и тому подобное, даже можно взять частного охранника, не имеющего отношения к вашей службе, то можно все, что угодно услышать за свой рабочий день. Поэтому выдержка, наверное, прежде всего. Совершенно верно. Здоровье, наверное, да? Здоровье превышает всего. Вы что-то сдаете сегодня? Как работает система здоровья? Какие-то, ну, проверки идут? Ежегодные проверки, конечно. Как это? Что это за схема? Проходим диспансеризацию. Проверяют вас на самочувствие. Вот, бегаетесь. Без этого, вот, не уйдешь. Ну, а это уже другой этап. Это здесь мы сдаем итоговую проверку, зачеты. Ну, у вас же, наверное, свои какие-то нормативы, не просто так-то надо бегать, естественно. Ну, конечно. Челночный бег, подтягивания, либо отжимания, и стрельба, теоретическая часть подготовки. Теоретическая часть подготовки. А, ну, вот то, что я говорю. Естественно. Да, 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 это обязательно. То есть, это такая основная проблема, потому что надо же бегать, хорошо, чтобы догонять иногда, наверное. В общем, тут многое. Приходится, конечно, тем более с нагрузкой, сотрудники копированы. А бывало такое вот на вашем уже, так сказать, веку, чтобы догоняли какого-нибудь машинника? Ну, я много работал, и приходился самому когда-то бегать, да. То есть, когда просто исключительно чисто бегом можно. Я работал в Люберецком ОВД всю жизнь, и приходилось много чего, конечно. Потому что, а тот убегает, как в фильме, помнишь? Ты убегаешь, я догоняю. Ты догоняешься, я убегаю. Хорошо. Ну, у нас сегодня разговор такой полупрофессионально, полупраздничный. Вот скажите, Владимир Петрович, в чем разница между теми 70-ми, 80-ми годами, когда еще советское время, и сегодняшним? Вы знаете, если брать по технике, то сейчас она насыщенней, техника. И берет, так сказать, вот этот объем, где мы находимся, да, можно поставить один датчик. А раньше были, и они легкие. И незаметные, кстати. Совершенно верно. А раньше были, они сделаны из железа, и были неподъемные. Их приходилось присверлить к стене. И все равно казалось, что это хорошо, потому что это хоть что-то. Ну, естественно, да, хоть что-то. Защита есть. А мошенник изменился, преступник? Вот есть иногда ощущение, грубо говоря, магазины же всегда были. Всегда были. Люди, которые что-то хотят из них украсть, всегда-всегда. Другое дело, что сейчас, например, я уж не знаю, но все меньше и меньше наличных денег, смысл ему приходить только продукты воровать? То есть психология преступника изменилась? Так же и воруют. Только прячут, берут эти зимой, они одевают полушубки, там сказать, с кармана-кармана, да, 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 да. И потом, значит, кидают туда. Ну вот с другой стороны, я тут уже подключаю Сергея Ростиславовича, в магазинах же тоже уже стоят у нас всякие, тем более вот если мы берем там торговый центр, ну, с одеждой, да, так такие уже. Ну, видео-коблюдение. Все, что хочешь, там, обязательно там стоит даже, может, два охранника, вот с ухом, как вот, все как положено, ну, прямо телохранители. Тем не менее, все равно, что-то умудряются выносить. Причем это под видео, все происходит. А почему? Как это удается? Многие, может, не понимают этого, кто-то считает, что их не видит никто, хотя все видеонаблюдение, везде все есть. Меняют стикеры с одной одежды на другую, меняют ценники, и стараются вынести, что подороже. Вот недавно была кража на 41 тысячу, своровала пара вещей. Ага, переклеили на Меги. На клику переклеили? Да, переклеивали на вещах эти. Их встретили. Стикеры, да. Ну, соответственно, охрана заметила, нажали тревожную кнопку, и... А как доказать? Он скажет, я ничего, вот, там и отпечатки пальцев у него будут. Нет, ну, почему отпечатки пальцев? Видео? Не обязательно. Ну, есть видео, конечно, их же ведут сотрудники там охраны, пока наши на вызов едут, но они же ведут их, наблюдают. Ну, же, пока группа приедет. Хорошо, у нас в гостях сегодня действующий командир роты Люберецкого отдела вневедомственной охраны Сергей Гаврилюк и Владимир Халяпин, председатель света ветеранов Люберецкого отдела вневедомственной охраны. В октябре отмечается день вневедомственной охраны. Делаем небольшую паузу, и потом вернемся в студию. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях командир роты Люберецкого отдела вневедомственной охраны Сергей Гаврилюк и председатель света ветеранов Люберецкого отдела вневедомственной охраны Владимир Халяпин. Ну и очередное стихотворение от нашего ветерана этого движения вневедомственной охраны. Как называется стихотворение? Да я их не называю. А, просто, да? Да. Как у Лермонтова по первой строчке. По празднику. Давайте. И стих. Да. Ночь опустилась к нам на землю. Вновь луна в ночи взошла. Засияли звезды в небе, и настала тишина. Тишина в ночи кругом. Сон приходит в каждый дом. Мир и счастье на земле наступает в тишине. Лишь ночные стражи ходят. В той ночи глухой смотря, Чтобы отдых не прервали, Не встревожили нас зря. Вот и мы, стражи порядка, Заступив ночной дозор, Мы несем ответ за это, Чтоб отсутствовал раздор. Чтобы всем спалось спокойно, Не нарушив тишины. Ну, а если кто встревожит, Пункт охраны набери. О, вот видите, Вот тут уже так, уже прямо расписано все действия. Схема, схема работы. Здесь уже идет о нашем времени. Понятно. То было о будущем. У нас будет в финале еще Владимир Петрович подготовил там прям большое стихотворение с намеком, скажем так. А сейчас мы обращаемся к Сергею Ростиславовичу. Вот пункт охраны набери. Давайте немножко поговорим о том, Что сегодня может предложить неведомственная охрана частным лицам, Ну и, скажем, юридическим лицам. Понятно, что вот об охране магазина говорили. Они часто заказывают или тоже могут у частных заказать? Могут, конечно. А государственные органы, скажем, управления, государственные предприятия, они под вашей охраной? Обязательно. В обязательном порядке, конечно. Много их, да, у вас? Ну, достаточно, конечно. Хорошо. Ну, мы приглашаем каждого, кто захочет прийти и... Подписать с вами соглашение. Соглашение, да. Вот что значит поставить на охрану? Давайте начнем с простого, обычного лица. Вот он хочет свою квартиру поставить к вам на охрану. А что для этого нужно сделать? Ну, в первую очередь прийти в подразделение к нам, в Росгвардии местной охраны. Вот, переговорить с лицами, которые будут непосредственно заниматься, ставить рубежи охраны, рассматривать объект, так называемый, да, будем считать это уже объектом. Вот, объяснять людям цены, условия. Вот, ну, здесь уже на усмотрение человека. А цены разные в зависимости от набора предложений? Конечно, цены разные, да, цены разные, но вот я просто сейчас не помню новых расценок. Нет, ну, речь не о цене, речь не о том, что это не бесплатная услуга. Нет, это понятно, но расценки существуют, и они, ну, как бы... Ну, там датчик движения можно один поставить, можно что-то, наверное, получше поставить, можно что-то подешевле. Можно что-то на двери организовать, да, можно где-то какой-то еще потайной. Потом, мы же прекрасно с вами понимаем, чего же греха-то эти. Камер-то можно поставить сколько хочешь, но работают ли они все? Это же тоже такой вариант. Продай, вот, в любом магазине сейчас можно купить так называемую лжекамеру. Человек поставил, думает, вот теперь будут думать, что у меня. А ведь мошенники, они же хорошо следят. Кстати, в последнее время они же читают социальные сети, когда люди радостно сообщают. Мы всей семьей уезжаем на юг, да? Вот. Хорошо. Владимир Петрович, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы о коллективе современном будем говорить, да, кого берут на работу, а кого тогда брали на работу? Кто приходил? Вы знаете, я вот, например, пришел по направлению завода. Ага. То есть вы не планировали, а тут вас вдруг направили. То есть был объявлен, наверное, набор такой, да? Во-первых, я, когда приобрел себе собачку, ведь выбирая собаку, ты уже должен знать, как ее выбирать. Вот чтобы была она не пугливая, и просто надо взять, прийти к хозяину, он выпускает тебе всех собачек, ну, щенков. Вот берешь связку ключей, бросаешь на пол. Ага. Естественно, связка падает, и звон идет. Они все разбегаются. Разбегаются. И вот кто первый подойдет к связке, того хватай и тащи. Да, вот как. Да. Мне говорили, что котов так надо выбирать, что вот если котов, они вот в этой большой корзине, то тот, кто больше всех там, значит, наверх лезет, ну, больше всех такой, самый энергичный, того бери. Тоже правильно? Тоже самое правильно. Вот этих спящих брать опасно, потому что непонятно, почему он спит. Нет, ну, понимаете, здесь идет речь, ведь у нас какой тип ВНД нервной деятельности? У нас кто? Меланхолик. Ну да. Это самый плохой. Ну, дедушка плохой. Самые хорошие – это, ну, холериков. Холерики такие были, знаете. Лучше не брать. Да, лучше брать. У нас флегматик. Да. И кто еще? Сангвини. Сангвини. Правильно. Вот эти два, наверное, самые. Самые хорошие. Вот у меня как раз был флегматик. Понятно. Так что нам, холерикам, нужен этот флегматик. Тогда будет баланс. Владимир Петрович, готовьте стихотворение, ну, а мы пока поговорим с Сергеем Ростиславовичем. Скажите, вот на борт приходят люди, потому что работа, с одной стороны, вроде опасная, с другой, иногда, ну, не то, что скучновато, а все время вроде как напряжен, а не происходит ничего. То есть, какими качествами современный сотрудник внеедностной охраны должен обладать, и что он за это получает, когда приходит к вам на работу? Какие бонусы? Приходят. Приходят ребят, которые отслужили в армии, которые хотят служить в подразделении Росгвардии. Вот. Уменьшается у нас постепенно количество недобора, скажем так, да? То есть, боретесь с этим? Ну, да, обязательно. А бонусы какие там? Ранный выход на пенсию, да, какие-то? Ну, один из, ну, я не знаю, если вы считаете, это бонусы. Не верно, но вот так многие считают, что это бонусы. Человек может другую работу. 20 лет отслужил, можешь уходить на пенсию. Можно уйти на пенсию. Зарплата? Зарплата, ну, средняя зарплата. Средняя. А, значит, отпуск? Отпуск хороший, да. Месяц. Ну, то есть, есть плюс, если ты прослужил, больше, там, 20 лет, надбавка идет в каких-то днях. То есть, есть свои бонусы, но все равно у человека должны быть определенные черты характера, нужно хотеть этим заниматься. Ну, да, должно быть какое-то призвание, что ли? Призвание. Хорошо. Вот таким образом мы намекнули на то, что можно приходить, что места есть для тех, кто у кого есть призвание. Пока есть, скажем так. Пока есть. Пока есть. Пока есть. Ну, что ж, Владимир Петрович, время поэмы. Почему решили написать такое произведение? Ну, что-то такое... Навеяло. Повеяло, да. Давайте, мы слушаем Владимира Петровича Халяпина, представитель Совета ветеранов Люберецкого отдела ведомственной охраны. Года бегут, часы идут, но память остается с нами. И воспоминаем мы себя, когда были еще юнцами. Мы занимались каждый спортом, носились по дворам, как гортом. И пели песни мы девчонкам. Мелодии и гитар звучали звонко. Зимой ходили мы на лыжах, в хоккей играли во дворах. И секции открыты были. Бесплатно занимались там. Бесплатно в школе мы учились. Потом шли в техникум или институт. Мы дружбой своей дорожили. Все было. Все были вещи лы вокруг. А что сейчас? Одни обманы, обещания красного словца, обиды, злобы и коварства. Вот что возрождается сейчас. Но мы не опускаем руки. Встряхнем обидчиков Руси, чтоб стало все опять на место. И снова счастливы были мы. И те, которые мешали, уйдут за бугор к себе. И никогда нам не мешали творить судьбу в своей стране. Практически политическое заявление. Мне остается только спросить, у вас такое количество наград, медалей, и все это связано именно со службой? Со службой. Со службой. И я так вижу, какой-то новый знак даже у вас уже есть, современный. И форма у вас новая. Раньше было МВД, а теперь уже Росгвардия. Правильно? Ну, форму считайте вот та же, костюм тот же. А только нашивки другие. Нашивки другие. Понятно. Ну что ж, большое вам спасибо, что пришли. Очень интересно рассказали. Особенно про то, действительно, как выбирать собаку. Даже неожиданно, кто бы мог подумать, что мы в этом эфире такой интересный, как сейчас говорят, лайфхак узнаем. Во-вторых, Сергей Росстадович Гаврилюк, командир роты Люберецкого отдела ведомственной охраны. Ну, а теперь у вас есть возможность поздравить всех коллег, сотрудников с вашим праздником. Ну, в преддверии праздника, конечно, хотелось бы поздравить сотрудников, членов их семей с наступающим праздником. Пожелать здоровья крепкого и успехов в службе, карьерного роста и побольше зарабатывать. И дай бог, что им хочется. И дай бог, что им хочется, да. Итак, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивененко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова